Здравствуйте, друзья мои, мои дорогие, любимые кулинары! Меня зовут Максим Цыгвинцев, это кулинарный лайфхак, кулинарная школа Папина кухня. Отгремели наконец-то эти новогодние праздники. И я пригласил, вот у меня в гости ко мне пришел Константин Сельков, пермский производитель натурального сока из пшеницы, чтобы вы понимали, да? Да, сок из ростков пшеницы. Сок из ростков пшеницы. Торговая марка «Доктор Витгар». Значит, мы решили вот эту посленовогоднюю передачу сделать для вас в формате такого детокса. Мы все знаем, да, что хорошенько наши телезрители покушали, да, кое-что еще поделали. Так вот, мы сейчас будем вам рассказывать, как это все из себя, так сказать, вывести. Так, друзья мои, я начну готовиться к первому такому детокс-коктейлю. Это будет какой, как мы решили с вами назовем его? Смузи будем делать под названием иммунитет. Иммунитет, да, то есть в основе иммунитет. Значит, мне для этого понадобится банан, морковка и апельсин. Я пока загружаю это все дело в чашу блендера. А Константин сейчас расскажет пару интересных фактов о том, что здесь вообще происходит. На самом деле, вот этот сок мы отжимаем именно из ростков пшеницы. Длина ростка пшеницы должна быть не более 12 сантиметров. Прорастает он в течение 7-10 дней. Чистая вода, здесь никакой химии не добавлено, только воздух, вода и определенная освещенность. Я сейчас просто срежу тогда уже ростки пшеницы. А я пока, друзья, натираю морковь, я нарезал банан. Все полезное, все вкусное. Ну, понятно, здесь все банально, а волшебным напитком, так сказать, зельем все это сделает пшеница. То есть мы ее никак термически не обрабатываем, прямо свежая. Да, то есть мы срезаем ее, именно зеленую верхнюю часть, зеленую ростков и отжимаем именно в шнековой соковыжималке. Для одного смузи нам достаточно будет 30 миллилитров сока, именно свежего сока. Друзья, пока выжимается сок в шнековой соковыжималке, я покажу вам, как зафилировать апельсин. Ну, чтобы нам лишний жмых не удалять потом, да, не... Вот так же, как здесь. Жмых выходит, мы сейчас уберем лишнее все с апельсина. Смотрите, я вот так срезаю апельсину попки. Затем прямо вот таким вот грубым движением срезаю кожуру вместе с белым, вот этим неприятным, горьким веществом, да, вот этой субстанцией, перегородкой. Все, я сейчас зафилирую. Смотрите, между... Здесь вот такие перегородочки белые, и я между ними подрезаю. Бац, бац, и у меня выходит уже чистое филе без всякой кожуры. Так, ну что, у меня все готово. Ну, давай, Константин, я не знаю, сколько добавить, потому что сам реально первый раз запах здесь стоит какой-то невероятный летний, что ли, я даже не описание. Ну, здесь примерно грамм 30, это как раз вот суточная доза норма приема сока, вот как раз вот здесь капсула на 30 миллиметров. Мы просто нальем сейчас сюда, и для первого раза нам достаточно. Так, ну что, я беру блендер, беру чистую минералку, все, и блендером все это дело пробьем. Сахар? Не, не надо. Ну, конечно, нет, я пошутил. Тут очень много глюкозы. Здоровое питание, да. Так, ну что, будем пробовать такие вот у нас красивые бокалы. Нормально по текстуре, все как должно быть? Да. И я чуть-чуть так вот сделаю, мыть прямо в стакане. Такой вот красивый получился напиток с пенкой, как капучино, да? Ну что, поехали, пробуем. Всех с прошедшим Новым годом. Да, все, детокс в полной мере. Как это? Иммунитет. Иммунитет смузи называется. Ну что, приступаем к следующему. Жиросжигающий мы сделаем зеленый смузи, сельдерей, зеленое яблоко, киви и груша. Отличное, мне кажется, сочетание, будет великолепно. Яблоко по-любому чистим, да, ведь мы? Яблоко есть, пошло в блендер. Вообще, на самом деле, если цифрами говорить о пользе сока, продолжать, да, то именно в соке из ростковой пшеницы витамина С в 7 раз больше, чем в апельсинах. Железо в 6 раз больше, чем в шпинате. И в 6,5 раз железо больше, чем в яблоках. Супер. Ильдерей подрубаем. На самом деле здесь и кальций тоже присутствует. Если сравнивать даже с молоком, то порядка в 11 раз здесь кальция больше, чем в молоке. В свежем молоке именно. Его рекомендуют пить этот сок с утра натощак за 15-20 минут до еды, до начала еды. И его разбавляют на стакан теплой воды. Костя, сейчас мы, значит, зрителям рассказали, да, все это полезные свойства. Они сейчас в шоке сидят на экрану, думают, так мне же надо. Ну что им сейчас идти, получается, выращивать самим, что ли, эту пшеницу? И потом вот покупать вот эту сокодавилку, соковыжималку? И давить так? Или есть какая-то фасовка, ты уже можешь вот предоставить? Да, на самом деле правильный вопрос. Дело в том, что все, кто хочет, то он вполне может вырастить такой же замечательный зеленый коврик у себя на подоконнике. Главное выбрать правильное зерно и с любовью это все вырастить. И отжимать сок. Не обязательно в такой шнековой соковыжималке. Можно в простой домашней соковыжималке отжать. Здесь, в принципе, польза будет в любом случае. Но тем, кто очень занят и ведет активный образ жизни, он может наш сок приобрести в специализированных магазинах. Он в замороженном виде. То есть мы его отжимаем и замораживаем в шоковой заморозке при температуре 30 градусов. В течение 40 минут она поэтапно замораживается. И вот по таким баночкам мы разливаем и замораживаем. Очень удобно, кстати. Да, то есть у нас есть фасовка именно в магазинах по 7 баночек. То есть это на 7 дней, недельный курс, пробный курс на 3 дня и месячный курс. Как пьют в основном этот сок в течение 30 дней. Месячный курс. Мы его на самом деле можем привезти домой. То есть люди заказывают, мы его привозим домой сразу из морозилки в морозилку, в домашнюю уже морозилку. Чтобы сохранить полезные свойства. Все мне ясно? Я готов. Запускаем? Запускаем. Поехали. Бокал. Вот этот мне прям по текстуре нравится намного больше. Он более такой, цвет более приятный. Ну и так, пенку делаем? Делаем. Оп. Оп. Как хорошо. Ну все, поехали. Это мы что, кровь чистим? Это у нас жиросжигающий. Жиросжигающий. Так, ну сейчас мы уже сделаем какой-то такой прямо энергетический заряд. Сделаем с яблоком, с апельсином, с лимоном, меда добавим. Да, и киви. Киви, можно петрушку. Так, ну что, сейчас сделаем такой тоже для здоровья. Хороший, но это будет сладенький, да, потому что будет мед. Не сахар, мед. Мед есть. Дальше яблоко получается, да, зеленое у нас. Вообще, на самом деле, еще масса есть рецептов. Его можно, этот сок даже пить с кефиром. Можно с айраном. Можно с ряженкой. Эффект тоже будет очень хороший для пищеварения, очень полезный. Действие лактобактерий усиливается в десятки раз благодаря соку изростков пшеницы. И если в основном сок рекомендуют пить с утра натощак за 15-20 минут до еды, или, допустим, поели, позавтракали плотно и где-то через полчаса, то такой коктейль именно кисломолочными продуктами и соком можно пить вечером перед сном, буквально за час где-то до сна. Прекрасно. С помощью лактобактерий еще ферментацию проводят. Может, попробовать добавить такую историю. При ферментации, может быть, тоже что-то получится интересное. Я попробую сделать, потом вам расскажу. Так, апельсинчик. Вот, видишь, я как бы филишки подрезаю и чисто уже без всякой перегородки отправляю эту историю прямо туда. Все, апельсин готов, киви готов, яблоко там, сок лимона тоже там. Все, это тоже не выкидываю, отжимаю. Так, класс. Минеральная вода. Можно добавить? Сразу добавляем сок. Минеральная водичка. И блендерим. Эту историю. Все, этот совсем однородный класс не получился. Яблоко. Сейчас мы, смотри, как сделаем. Чтобы было красиво, да? Все. Эстетично. Здесь мы сделаем такую вот штуку. Бац. Вот так вот, хоп. Пинаколада настоящая у нас будет. Все. Ну что, да, вот такую кусть мы с тобой подарим режиссеру вот этот бокал. Просто полное здоровья. Только красиво украшенный. Ну как же, мы же любим, да? Чтобы год был сочнее. Все правильно. Да, все. Так, ну и давай. Поехали. Поехали. Чтобы у наших зрителей год 2022 был сочным. Да. Насыщенным. И здоровым. И здоровым. Все ваше здоровье. Вот это вообще бомбическая штука. Капец, да? Перш сразу. Здесь апельсина больше. Слизенький такой прям, причем приятный. Кажется, как кислика хорошая. Прям чувствуется, что я... Так, ну что, да. И сейчас попробуем в чистом виде, с чистой водой, чистый, свежевыжатый сок пшеницы. Да, да, давай. Это уже что, прям, ну наверняка. То есть, так как рекомендуют его, в принципе, пить. То есть, на самом деле, когда мы привозим сок или покупатели приобретают в магазинах, они кладут в морозилку. Сок можно, вот, баночку такую достать с вечера и оставить в холодильнике, из морозилки в холодильник. Он за ночь оттает. Либо сразу можно с утра достать из морозилки. В кулак мы ее зажимаем. Она чуть-чуть подтаяла сверху. Соответственно, она как внутри отклеивается. И мы открываем капсулу и выкладываем в стакан. И заливаем теплой водой. Желательно, чтобы температура воды была не более 40 градусов, чтобы сохранить все полезные свойства. Просто перемешать. Обычно люди, наши покупатели делают как? С утра проснулись, выпили просто стакан воды с утра, пошли умываться, чистить зубы. Это все, процедуру сделали. И уже потом, когда замороженный сок растаял, его уже пьют. Ну и как? Есть шипучая витаминка. Да. Вообще, на самом деле, есть еще противопоказания. Очень важно, я думаю, что сказать, что этот сок не рекомендуется у тех, у кого обостренная форма болезни какой-либо желудочно-кишечного тракта, там, панкреатит. У меня. Ну, на самом деле, ничего страшного в этом нет. Живой же, никуда не упал. Но мы этот сок употребляли сейчас в качестве смузи, поэтому он более мягко действует. Есть, конечно, такие прямо очень любители. Они пьют его концентрированным, но это не рекомендуется. Не рекомендуется. Любой сок не рекомендуется пить. Даже свежеотжатый апельсиновый. Да, это правда. Не рекомендуют пить прямо отжатый, ему разбавлять нужно водой. Ну вот, теперь здесь без каких-либо добавлений. Чисто, настоящий. Хорошо. Хорошо, вкусно. Даже сластит. Друзья мои, ну что же, вот мы так сегодня конкретно с вами оздоровились. Константин, спасибо тебе большое. Это действительно для меня открыло эту историю, потому что я с ней поработал и попробовал в первый раз. А для меня всегда ценно, когда я делаю что-то в первый раз. Говорю тебе большое спасибо. Большое, пожалуйста, за это открытие. Друзья мои, всех с наступившим уже Новым Годом. Всех вам благ. Главное здоровья. Оздоравливайтесь вместе с нами. Максим Цигинцев, кулинарный лайфхак, кулинарная школа Папина кухня. До скорых встреч. Новый Год будет крутым. Пока.